Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Мне только что скинули вот эти три видеоклипа. И как ты видишь на этой картинке, это связано и с биткоином, и с XRP, и это всё было запланировано в 1995 году. Когда я увидел эти клипы, моя челюсть просто отвалилась, и я гарантирую, твоя сделает то же самое. Начнём с того, что в 1995 году вышел фильм «Джонни Мнемоник» с Киану Ривзом в главной роли. Действие картины разворачивается в 2021 году, то есть в том самом году, в котором мы живём. А теперь давай я тебе покажу вот эти три видеоклипа, и ты просто удивишься. Ты потеряешь дар речи, это я тебе гарантирую, точно так же, как это сделал я. Кстати говоря, спасибо Криптомиру с ТикТока за то, что поделился этими видео. Они принадлежат ему, давай послушаем. Фильм о фильме «Джонни Мнемоник». Фильм вышел в 1995 году, и события рассказывают нам о втором десятилетии 2021 года, а точнее про 2021 год, который сейчас есть на данный момент. В титульной заставке фильма говорится, что миром будут править корпорации. Как мы сейчас видим, крупная корпорация уже сейчас занимает значимую роль в нашем мире, и скорее всего, и роль в будущем будет усиливаться. Их капиталы превышают капиталы и бюджеты многих стран уже сейчас. Также огромный охват аудитории, измеряемой в миллионах и миллиардах человек. Далее говорится, что мир угрожает неизвестный вирус, заразный и смертельный. Причины возникновения неизвестны. То есть в 1995 году по планам элиты они уже видели, что в 2021 году, во втором столетии 21 века, что будет вирус. Будут развиваться корпорации. Роль государства будет ослабляться. Также в фильме показан, что в 2021 году люди будут ходить в масках. Вы верите в такие совпадения? Я не очень. Все идет почему-то глобальному плану. В фильме показан город Пекин. И символика этого города очень странная. И очень похожа на симфонику значка XRP. Его можно увидеть в городе, в отеле, на двух девочках, на значках на груди, на лифте и так далее. Еще раз, фильм 1995 года, а показан в 2021 год. И главный символ города, знак похожий почему-то не на биткоин, не на эфир, а на XRP. Это очень любопытно. Также говорится, что корпорациям противостоят хакеры и информационные пираты. И они вынуждены прятаться информацией в Black Ice Venture. Самое удивительное, мы видим, что в фильме Киану Рилс пытается найти информацию в бухгалтерской книге. Можно провести аналогию с бухгалтерской книгой распределенного реестра XRP. И там нам показывают картинку Halt for Dr. Alcom. И даты 15.01.2021 год. Я в интернете попытался найти, есть ли такая компания Black Ice Venture Incorporation. Да, действительно, такая корпорация есть и зарегистрирована в Канаде. И дата регистрации совпадает с картинкой из фильма. И также число 15.01.2021 года. Удивительное совпадение. Причем деятельность этой корпорации на данный момент скрыта. Также, если бить в геоматрию Dr. Alcom, то первое же значение получаем биткоин. То есть мы видим надпись Hold Bitcoin, да? Интересно. То есть удерживаем биткоин в 2021 году. Возможно, весь 2021 год необходимо холдить биткоин. Это намек. Хотя в 1995 году еще ни о каком биткоине слыхать не слыхали, да? Ну, любопытно так же. Также мы опять в очередной раз слышим в этом фильме про цитадели. Как мы знаем, цитадель, возможно, в будущем это будут закрытые города для держателей криптовалюты. Далее говорится, что самая ценная информация будет доверяться мнемоническим курьерам. Стоп, еще раз. Самая ценная информация будет доверяться, подчеркиваю слово, мнемоническим курьерам. Напомню, что фильм 1995 года и рассказывает про 2021 год. Вот если подумать, что в 2021 году может быть такого ценного и защищаться мнемоникой, да? Если хорошо подумать, так это же криптовалюта и ее защита с мнемонической сид-фразой. То есть это те 12 либо 24 слова, которые дают доступ нам к криптовалюте. То есть если вы до сих пор думаете, что разработка и появление криптовалют это случайность, или же сделано для благих намерен неким Сатошем или группой лиц, то это большое заблуждение. То есть уже в 1995 году было осознание того, что самая ценная информация будет перемещаться в устройствах с чипом и защищена мнемоникой. Уж больно и все это похоже на сегодняшний блокчейн с криптовалютами и защитными мнемоническими сид-фразами. Также в фильме говорится, что ценную информацию переносит сам человек внутри себя. Быть может в будущем и мы будем переносить криптовалюту в чипах внутри себя для безопасности. Чтобы она была всегда при нас, а не в криптокошельках, как сейчас. Хотя по сути в ваш криптокошелек как раз и есть эти 24 мнемонических слова, известные сегодня как сид-фраза. Уже несколько лет ведутся разработки компании B-Chip по имплантированию чипов с криптовалютой. Также вы можете хранить Ripple и Bitcoin в жутком импланте микрочипа, который многие сравнивают с меткой зверя. Этот имплан похож на кошелек, который нельзя потерять, если кто-нибудь не отрубит вам руку. Всякий раз, когда у вас в кошельке много денег, всегда есть шанс потерять или ограбить. Но если вы используете криптовалюту Bitcoin или Ripple, теперь вы можете хранить их в месте, где никогда не потеряете свои деньги. Так, в 2018 году фирма B-Chip выпустила обновление для слова импланта микрочипа, что означает, что она может использовать Ripple, одну из самых популярных виртуальных валют прямо сейчас. Это означает, что вы сможете хранить свой виртуальный кошелек под своей кожей, остановив чип в свои руки. Чип использует собственную платежную систему Ripple, что означает, что ее не нужно подключить к банковскому счету владельца. Это должно позволить владельцам хранить криптовалюту в чипе и в будущем. Возможно, даже появится возможность производить платежи. Тем не менее, устройство от компании B-Chip уже вызывает споры, и его окрестили меткой зверя. В твиттере один человек написал, мне нравится Ripple и XRP, но я никогда не получу чип, знак зверя. Слава Иисусу! Другой добавил, нет, спасибо, сатана. Некоторые христиане считают, что книга Откровения предсказывала, что монстр с двумя рогами, как у Адамса, горящий как дракон, оставит след на лбу у людей. Как мы знаем, сама симфолия к XRP, это и есть рога. А в компании Ripple, так же, как и в компании Apple, как мы знаем, зашиты три шестерки. То есть, если компанию Ripple зеркально повернуть в другую сторону, то там будет три шестерки. То есть, уже изначально Ripple, XRP, это не что-то такое святое, да? И тот, кому присвоен будет этот знак, не сможет ничего покупать, продавать. И как только зверь закончит распространять свою метку среди человечества, мир закончится великой битвой, в которой он будет брошен в огненное озеро. Он побуждает всех и малых, и всемогущих, богатых, и бедных, свободных и узников получить знак на свою правую руку или на село их, говорится в одном отрывке из откровений. И чтобы никто не мог покупать и продавать, кроме того, у кого есть начертание, или имя зверя, или число имени его. Конечно, микрочип может быть крутым продуктом, а не признаком надвигающегося апокалипсиса. Так называемая мировая элита четко выполняет планы по своему полному порабощению человечества. А также выполняет библейские писания апокалипсиса с маниакальной точностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!